Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Приспущенные флаги и отмена развлекательных мероприятий. Алтайский край скорбит вместе со всей страной. Люди продолжают нести цветы к стихийным мемориалам. Подъем до уровня моста. В регионе закрыли дорогу из-за подтоплений. Невероятная нежность и любовь. В Барнауле презентовали расширенное издание второй книги писем матери Шукшина. В Барнауле сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Его хотели совершить трое жителей Новосибирска. Накануне выборов президента России они пришли с коктейлями Молотова к одному из избирательных штабов в Барнауле. Но довести задуманное до конца им не удалось, так как непосредственно возле здания штаба их задержали сотрудники ФСБ. Спецслужба установила, что лидер группы, мужчина 2001 года рождения, длительное время поддерживал контакт с запрещенной в России террористической организацией. В итоге получил задание и разработал план по совершению теракта в Барнауле. Для этого он привлек еще двоих мужчин 1998 и 2006 годов рождения, которые поддерживают радикальные идеи. В отношении граждан возбуждено уголовное дело. В настоящее время они заключены под стражу. Алтайский край скорбит со всей России по жертвам и пострадавшим в чудовищном теракте в Крокус-Сити-Холл. Люди по всему региону продолжают приносить цветы к мемориалам. А в эти минуты в Барнауле на мемориале славы готовятся к акции памяти журавли. Подробнее о том, как всероссийская трагедия отразилась на жизни края и о земляках, которые стали очевидцами событий, расскажет Данил Кузнецов. Трагедия в Крокус-Сити-Холл к этому моменту забрала жизни 137 человек. Еще более ста пострадали и находятся в больнице. 22 марта террористы ворвались в здание, убивая прохожих на своем пути. Много жертв в концертном зале. Зрители ждали выступления группы «Пикник». Среди посетителей были и жители Алтайского края. Барнаульца Григория Будько до сих пор не нашли. Команда наших спортсменов-бальников и трое рубцовчан смогли выбраться. Услышав стрельбу, вмиг спустились к сцене, запрыгнули на нее и побежали. Ничего толком не видели, слышали крики и стрельбу. Автоматная очередь не переставая звучала. Как удалось найти путь, даже не помню. Выбежав из самого Крокуса, не смогли найти такси и бежали по дороге еще минут 20. Куртки наши сгорели. Но это уже не главное. Вся страна скорбит. Алтайские крайние исключения. По всему региону образовались импровизированные мемориалы, к которым люди все выходные несли цветы. Ну я, конечно, ужаснулся очень сильно. Я был шокирован от этого, что такое происходит. Вообще это очень страшно, что просто приходит сейчас наш век. Основным мемориалом в Барнауле стала часовня Святой Татьяны рядом с политехом. Это традиционное место почтения памяти погибших. Это такие трагедии. Сюда люди несут цветы, свечи, игрушки. Также сюда приносили цветы, свечи, лампадки, когда произошла трагедия в Зимней Вишне. Здесь же митрополит Барнаульский Алтайский Сергий отслужил панихиду за всех погибших в теракте, прочел молитву о здравии раненых. Почти, ясно нашу превышение, В учреди твоей сознание, Владыковой, Очистить твоим благоустроением. По всему краю отменили развлекательные мероприятия, а на билбордах появились поминальные свечи с датой 22.03.2024. На зданиях припустили флаги России, кинотеатры отменили все показы. Также усилился контроль в аэропорту Барнаула и на въезде в город. От имени жителей Алтайского края выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал. Дорогие жители Алтайского края, прошу вас сохранять спокойствие, будьте собраны, заботливы, внимательны по отношению к себе и своим близким. Накануне у Крокуса прошла акция памяти «Летят журавли». На фасаде сгоревшего здания взмывающие верх птицы. Инициатива получила такое название в честь песни «Журавли» народного артиста СССР Муслима Магомаева. Его имя носит концертный зал. В Барнауле подобная акция пройдет сегодня у мемориала славы в 8 вечера. Помимо жертв страшного теракта, люди всей России сегодня вспоминают погибших во время пожара в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Этот инцидент произошел 25 марта, ровно 6 лет назад. Среди 60 жертв был и уроженец Заринска с пятилетней дочкой. Напомним, возгорание началось на четвертом этаже в районе детского центра. Из-за короткого замыкания оплавилась лампа, и вскоре огонь начал распространяться. Хуже всего пришлось людям в кинотеатре. Они оказались в ловушке. Пожарная сигнализация на этаже отсутствовала, все эвакуационные выходы, кроме одного, были закрыты. Судебные тяжбы длятся до сих пор. Всего было осуждено 15 человек. Сегодня в Барнауле простились бывшим заведующим кафедры психиатрии и наркологии Медицинского университета Борисом Пивнем. Он был заслуженным врачом страны, автором более 200 научных публикаций. Профессор ушел из жизни в возрасте 83 лет. Борис Николаевич закончил Новосибирский государственный мединститут. Там же поступил в аспирантуру на кафедру психиатрии. В 1988 году стал доктором медицинских наук, а через год профессором. Много лет он заведовал кафедрой психиатрии и наркологии Алтайского медвуза. Входил в руководящие структуры профессиональных объединений психиатров России. Профессор всегда ратовал за высокое качество подготовки и открыто критиковал административный ресурс. Последний раз наша съемочная группа встречалась с ним именно по этому поводу. Для коллег и студентов он навсегда останется высоким профессионалом и человеком твердых убеждений. К другим темам. В Алтайском крае начинается паводок. Из-за резкого подъема талых вод ограничено движение на краевой трассе Олейск-Безголосово. Проезд организовали по альтернативной дороге через Петропавловское. А в Каменском и Шилоболихинском районах закрыты ледовые переправы. Как развивается ситуация с половодьем, расскажем далее. Еще не скрывают колеса, но уже достает до кузова. Ледовая переправа в Камни-Нааби стала опасной. Река оживает. Эти смельчаки – последние, кто дрейфовал опи. К этому часу ледовые переправы в Каменском и Шилоболихинском районах закрыты, сообщает в Краевом МЧС. Спасатели активно готовятся к паводку. За сутки в Алтайском крае вывезли 672 кубометра снега в Барнауле, Шилоболихинском и Шипуновском районах. Из-за резкого подъема талых вод на краевой трассе Олейск-Безголосово ограничили движение. Подтопление придомовых территорий отмечают в низменных участках Бийска, Рубцовска, Камни-Нааби в Советском и Шипуновском районах. В Барнаульском поселке Солнечный локально подтоплены несколько улиц. Чтобы вода не подошла к домам, экстренные службы почти сутки откачивают воду мото-помпами. И благодаря этой работе въезд в поселок остается возможным. В Барнауле в целом готовятся к резкому потеплению. На этой неделе температура может подняться до 12 градусов. Власти поручили районным администрациям прочищать ливневые стоки и оперативно реагировать на сигналы жителей о необходимости очистить дворы от наледей снега. Метеорологи прогнозируют возможное подтопление в краевой столице, на Катуни в районе Сросток и на Чумаше возле Ельцовки. Под угрозой подъема воды находятся 40 муниципалитетов и почти 200 населенных пунктов Алтайского края. Спасатели региона отмечают, что снащены всем необходимым оборудованием и беспилотниками для мониторинга ситуации. Анастасия Драган, День с толком. Бичанин оплатил бензин, купюры и банка приколов. Но далеко уйти у Жюлька не получилось. Желание сэкономить привело находчивого мужчину к административной ответственности. Как сообщают в Краевом МВД, 38-летний житель Наукограда рассчитался на автозаправке с сувенирной купюрой и поспешил уехать. Прибывшие на место полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, установили автомобиль и личность бичанина. Теперь мужчине грозит ответственность за мелкое хищение. Турнир специальностей прошел в Политехе. Полсотни студентов с Алтая и Кузбасса соревновались в решении задач по химии, машиностроению и энергетике. Их навыки оценивали сотрудники научных институтов и крупнейших предприятий Края. Собственно, их будущие начальники и коллеги. На техническом баттле была моя коллега Валентина Аскерова. Задачи не выдуманные какими-то, ну, кемеры выдуманные. Это насущная задача для наших предприятий. Несколько напутственных слов от ректора и работа закипела. Студенты технических специальностей объединились в команды и приступили к решению сложнейших задач по увеличению работоспособности машин и энергоэффективности предприятий. Нам отправили ссылку на то, что есть вот такой конкурс. Мы посмотрели задачи, поняли, что мы вытянем это. Все эти задачи такие разнообразные. К сожалению, по нашей специальности уже одна задача. Мы ее сильно подготовили. Поняли даже, что вот сейчас энергетиков тут нету. Можно ее сейчас даже применить, как наш козырь. Мы решили просто соблаться командой и поехать, мол, поучаствовать. Дискутировали, спорили, отстаивали свою точку зрения. Конкурсантов оценивала профессиональная жюри. Сотрудники предприятий и научно-исследовательского института. Они слушали, комментировали и давали совет. Такой формат взаимодействия для студентов бесценен. Мы оставляем ваку для предприятий машиностроения, химии, строительства, энергетики. Наверное, мы технологии. Наверное, нет таких предприятий, где бы не работали наши выпускники. И поэтому мы ответственны за экономику нашей страны. По итогам всех выполненных задач на пьедестал почета поднялась команда студентов из Кузбасса. Второе и третье места достались командам Алтайского политехнического вуза. Ректор университета Андрей Марков предложил в следующем году провести турнир специальности на площадке одного из алтайских предприятий, что позволит студентам решать непростые задачи на самом производстве. Валентина Аскерова, Михаил Филиппов. День с толком. В Барнауле прошла презентация издания второй книги «Писем матери Шукшина». Рукопись представили в формате тетради в твердом переплете. На презентации в Шишковке побывала и наша съемочная группа. Любил ты, детенок, получать от меня письма. Вот я тебе и пишу. Может, кто-нибудь тебе и прочтет. Светлая тебе память. Ласка ты моя несчастная. А теперь одно только счастье – оказаться рядом, около милого сыночка. Так звучат строки одного из писем, которые писала Мария Сергеевна своему, уже тогда ушедшему из жизни, сыну. Сегодня коллектив авторов, научных сотрудников Мемориального музея-заповедника имени Шукшина, собрал воедино многочисленные рукописи. Книга получила название «С уважением к вам не случайно». Именно этой фразой заканчивалось практически каждое письмо. Письма, включенные в книгу, второе издание, делятся на два периода. Это письма, которые Мария Сергеевна писала сыну и дочери, своим детям, до 1974 года. И материнская переписка уже после смерти сына. С разными деятелями культуры, простыми читателями. Вот я уже говорила о них. То есть с людьми, которые писали Марии Сергеевне, просили рассказать о сыне. К слову, первое издание книги «С уважением к вам» вышло в 2019 году. Над вторым работали более полугода. Книгу выпустили в твердом переплете, дополнили фотографиями и скан-копиями писем из частных коллекций, которые поступили из фонда Троицкого краеведческого музея и личного архива Геннадия Акмалова. Сложив традиции, инновации с большим трепетом, с большим интересом, я работала над этой книгой, над дизайном этой книги, где просто как бы вкладываются листы письма тетрадного, где мы можем увидеть этот почерк отсканированных оригинальных писем. Также в этот день прошла презентация бренд-бука Шукшинского фестиваля. Логотип и фирменный стиль придумал известный алтайский художник и дизайнер Алексей Шелепов. В знаке важно было сохранить вот тот путь, который я вам только что показал. То есть как мы идем к этому памятнику. Не как мы его видим, не само телоизвояние, не постамент, а именно дорогу, именно горизонт и именно фрагмент пикета. Презентация прошла в открытом формате, прийти мог каждый желающий. В этом году мероприятие приурочили сразу к двум событиям. 95-летию Василия Шукшина и 115-летию со дня рождения его матери Марии Куксиной. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком. В Алтайском крае может появиться еще один региональный музыкальный фестиваль. Предположительно, он пройдет 3 августа на территории горной зоны «Сибирская монета» в рамках ежегодного Алтай-Пелес-феста. Название фестиваля выбирали жители края. Несколько дней в группе Алтай-Турцентра можно было проголосовать за понравившееся название. Среди вариантов были «Музлета», «Сологор», «Нота А», «БК-фест». Большим отрывом отличились два варианта – «Катунь-фест» и его 28% голосов. Но большинство, 37%, выбрали вариант «Шум Катуни». Он и стал победителем народного опроса. По задумке организаторов, каждую субботу июля на территории «Бирюзовой Катуни» будут бесплатно выступать известные российские группы или исполнители. А завершит эту серию мероприятий большое шоу в «Сибирской монете» – новый музыкальный фестиваль. Вход на него будет уже платным. Сейчас организаторы разрабатывают концепцию нового феста и оценивают его технические возможности. Как оказалось, в Барнауле среди взрослых работающих людей много желающих окунуться в мир искусства. На мастер-классах в творческих студиях они осваивают азы живописи под руководством художника. Один из таких в преддверии дня работника культуры посетила и наша съемочная группа. Пара часов за мольбертом. На этом мастер-классе по живописи рисуют древо оливы – священное растение, которое дарит здоровье и долголетие. Идею картины со смыслом предложила Оксана. Она впервые взялась за кисть под руководством художника. Более 17 лет я занимаюсь оздоровительными практиками, а также являюсь проводником по сакральным местам Алтая. Поэтому ритмы природы для меня именно очень важны и цены. Не профессиональные художники, но люди, увлеченные поиском духовного опыта. Мастер-класс дает участникам и картину, и психотерапевтический эффект от процесса. Причем, что важнее, не очевидно. Для Ольги основная работа – не повод отказываться от любимого хобби. Тем более это помогает легче справляться с любыми страхами в жизни. Я забыл, я не умею, я боюсь. А уходя через полтора часа, они уходят вот с такой работой или немножко похожую на эту. И они говорят, ничего себе, это я смог, я не верю себе. Скажем так, вот когда видит человек белый лист бумаги, ему всегда страшно. Ему страшно взять карандаш, из чего начать и как начать. Ну, понятное дело, первое, что я предлагаю, это, допустим, если мы рисуем дерево, это провести ось или провести линию горизонта. Художница уверена, что за полтора-два года новичок может добраться до копирования шедевров маслом. Кстати, сегодня при должном усердии открыть в себе художника можно и без преподавателя. Достаточно купить альбомы краски для домашних занятий. Дарья Ярошина, Владислав Ковалев. День с толком. И к новостям спорта. Баскетболисты клуба «Барнаул» завершили регулярный чемпионат игрой против питерского «Зенита-2». И тем самым определили своего будущего соперника по плей-офф. О том, как завершился матч и с кем будем играть на выбывание, расскажет Дмитрий Дроздов. На последний матч регулярной части сезона настрой на матч против питерского «Зенита-2» был разный. По турнирному расположению матч ничего не значил. А вот для молодых игроков, которые на протяжении всего сезона получали мало игрового времени, это был шанс показать себя. Поэтому «Барнаул» играл максимально молодым составом. Соперник, повторюсь, любой сложный. И хотелось побольше ребятам дать поиграть и посмотреть. И по ним нужно принимать решения по следующему сезону. Вот Малафеев очень хорошо себя проявил. Никита Шурыгин не растерялся. Считаю, что и Айрих на своем уровне сыграл. Сама встреча носила равный характер. Первые две четверти «Барнаульцы» проиграли лишь в одну очко. А оставшиеся две выиграли 28-22 и 28-24. Но этого не хватило до победы. Как итог «Зенит-2» выигрывает у «Хозяев» 81-89. Первую половину хорошо играли. Забирали свой щит, подборы. Во второй половине не хватило, может быть, энергии, какой-то настроя. Потому что это игра как бы... Ну, уже все понимают, что выходим в плей-офф. И, может быть, какого-то настроя не хватило. Может быть, дали более каким-то... Ну, молодым игрокам, которые недополучили своего времени, сыграть. И вот так вот «Зенит» воспользуется нашими ошибками. Теперь «Барнаул» будет готовиться к играм плей-офф. По результатам регулярной части сезона наша команда заняла шестое место. И в матчах на вылет сыграет против «Динамо» из Владивостока. Календарь игр плей-офф пока что не утвержден. Специально для телеканала «Полк» мы летим на воздушном шаре. 1600 метров нам нужно преодолеть этот лес. Направление у нас четко 100 градусов. 35 километров скорость. Впереди примерно 4 часа полета. И мы будем на месте. Это примерно между Троицком и Зональным. Планируем туда. Воздухоплаватели Иван и Наталья перелетели в лес, который расположен между Бийском и Барнаулом. В воздухе они провели 4 часа и 34 минуты. Сложность полета заключалась в невозможности совершить посадку в любой момент, так как лесная местность этого не позволит. И в те места машина, которая заберет ребят, не доедет. Тем самым воздухоплаватели коснулись земли вблизи Бийской трассы. Стоит отметить, что такой полет совершен впервые в истории нашего региона. Дмитрий Дроздов. День с толком. И на этом у меня все новости. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...